Ребята, перед началом ролика хочу оставить вам небольшую рекомендацию. Если вы, как и я, работаете в такси, это значит, что нас просто окружает куча разных штрафов. И самый популярный штраф является за неоригинальность путевого листа или за непрохождение медицинского и технического осмотра. Можно получить за эти несоблюдения, эти нарушения 60 тысяч штрафов. Также могут эвакуировать машину, после чего огромным трудом придется ее оттуда доставать и спустя не один день, а, скорее всего, только несколько месяцев. Чтобы избежать таких моментов, работать и не париться, достаточно делать документы в правильных организациях, в надежных организациях. Одной из таких является компания Такси Документ. Я сам лично делаю документы у них. В пакет документов входит путевой лист с заполнением журналов медицинского и технического осмотра. Договора на предоставление таких услуг. Право перевозки пассажиров, чеки БСО, а также карточка водителя и отдельно дополнительные карточки для областных машин, которые должны расположены быть с куркодами внутри салона авто. Справки по оформлению данных документов можно будет задать по контактам, которые указаны ниже или в описании. И на первое оформление документов можно будет получить скидку 500 рублей по промокоду БАТЯВДЕЛЯ. Не забывайте упомянуть данный промокод. Всем спасибо за внимание. Погнали смотреть ролик. Ребята, всем привет. Меня зовут Руслан. Это у нас продолжение первой части о том, как я пытался задать нашим карательным органам, почему водителю такси выписали штраф за то, что, допустим, пассажир был без маски. То есть дублировано, помимо того, что клиент получил 5000 штраф еще и на водителя. Точных ответов я не получил. И сейчас как раз-таки завершающая, финальная уже часть об этом, обо всем. Она будет пересекаться с несколькими героями. Это Улукбек, тот человек, который как бы отсылкой попал в первое видео. Ну, чтобы другие знали, что такой штраф бывает дублированный за то, что клиент... Улукбек в итоге, что с этой перчаткой написать? Ну, не знаю, не знаю. Ну, как бы, может быть, через неделю ему тоже что-то пролетит еще. А, его тоже вызвали, да, получается? Вот, я не в курсе, я у него не спрашивал, кстати, еще. А, короче, не позвоните, спроси ничего. Там, говорится, Бек, это вот есть тот самый человек Улукбек. Мы вместе с ним съездили в Роспотребнадзор. Сейчас на это посмотрим, и далее он даст свои комментарии о том, что происходило, и что он об этом думает. Такс, мы в Кузьминках, вот там тачка Улукбека. Приехали в Роспотребнадзор, пригласили Улукбека на, получается, ну, типа по постановлению, по нарушению, хотя он ничего не подписал, он не согласился с этим. И ему сотрудник ГАИ, или там ДПС, как это правильно, ГИБДД, сказал в определенное время быть в определенном месте. То есть приехать сегодня сюда в определенный час в Роспотребнадзор. Мы приехали, сейчас будем общаться, посмотрим, получится ли давить на 417 указ Миншустина, там, где прописано, что нам должны, по идее, выдавать маски и перчатки, да. А уж, ну, отдельный вопрос, если их не выдавали, почему штрафовать, да. Ладно, смотрим. Ребят, предыдущий видос был, как первая часть, о том, что я пытался добиться какого-то ответа от Роспотребнадзора, от ГАИ, от Минтранса, но ничего не получил. И вот недавно у нашего коллеги была проблема, когда его пытались, ну, оштрафовать и выписать ему 5 тысяч штрафов за то, что у него не было перчатки на одной руке. И вот сегодня был назначен день и время, когда нужно было приехать в Роспотребнадзор. Это Улбек, у него была такая проблема. Мы приехали в Роспотребнадзор. Пожалуйста, вот оно само здание, там вход. Это район Кузьминки. Решать сегодня этот вопрос, но изначально, когда ему пытались выписать вот это приглашение постановления, вот с этим нарушением, он не согласился с ним и ничего не подписывал. Сегодня мы приехали сюда, здесь нету никакого уведомления или постановления. Короче, сегодня здесь, да, нету никакого протокола на Улбека. Получается, он ничего не подписал и дальше эта история никуда не попала. Посмотрим, что будет дальше, что я тоже расскажу развернуто о дальнейших ситуациях, проблемах или действиях с нашей стороны. Ребята, хотелось бы добавить, пока я передвигался в Роспотребнадзоре из кабинета в кабинет, я заметил такую историю, что вот эти все правила по поводу масок, они придуманы, наверное, только для нас, для работяг, да. Все в одном кабинете, там по несколько человек, по два, по три человека сидят. Нету людей, у которых маска, они все без масок там сидят. То есть их, в принципе, какие-то органы не проверяют, им пофиг, да. У них маска ходят только уборщицы по коридорам и все. Чудно, конечно. И я реально вводил справки, кто же нас все же, ну, там, Улбек, кто же вызвал, да. В каком же это кабинете и, ну, точнее, куда там, перед кем нужно будет отвечать, там, за вот эту всю историю. Как-то так. Ребята, всем здрасте, меня зовут Улбек. В тот день, короче, я ехал по заказу, вез девушку. Тут на съезде нас остановили, на съезде с МКАДА на Рязанском проспекте, в сторону центра нас остановили с ТПС-ники. Девушка сидела без маски, но я сидел в маске, но с одной перчаткой. Тут подходит к нам сотрудник ДПС, спрашивает документы и в этот момент начинает, как объяснить, правильно, фоткать на телефон наш, фиксировать, грубо говоря, нашел нарушение. Он меня сфоткал, так как я был без одной перчатки и в этот момент он у меня спросил, еду ли я с пассажиром или без. Я сказал, да, я себе везу девушку с пассажиром, он открывает заднюю дверь и она в этот момент, ну, грубо говоря, натягивает на себя маску, ну, была она без перчаток. Далее, что происходит, я подхожу к сотруднику ДПС, спрошу, чтобы он, ну, грубо говоря, ну, не выписывал нам нарушение. Как-то там я хотел отвязаться, попросил его, чтобы он выписал нам, там, за тонировку или за ремень, что-то в этом, какое-то такое нарушение. Но на встречу сотрудник ДПС не пошел, ну, грубо говоря, я полчаса проторчал рядом с его, с машиной, попросил, чтобы он не выписывал никакое нарушение. В ответ он просто меня оттолкнул от машины, сказал, стой там, не подходи на расстоянии полторы метра, короче, находись от меня. Окей, по итогу он какое-то там требование выписал, не знаю, предписание, в этом роде какое-то выписал. Сказал, надо будет поехать тебе в район, в район Кузьминок, да, правильно? В район Кузьминок, в этот, как его, ну, потребительский надзор. Такое, через две недели в такое время. Окей. Но я сказал при этом-то, что я не буду ничего подписывать, ни на что, короче, я не буду соглашаться. В ответ он попросил у меня показать ему аптечку и огнетушитель, но у меня ни того, ни этого не было в машине. Я просто отказал ему показывать, так как у меня настроения не было. По итогу я никаких бумаг у него не взял, свои документы забрал и уехал. Далее, что сделал? Позвонил своему другу, Руслану, поинтересоваться информацией, владеет ли он этой информацией или нет. По итогу мы с Русланом поехали, через две недели его попросил съездить со мной в потребительский надзор района Кузьминок. А далее у него все в ролике, там видно подробно, что происходило там. Самый главный момент, они пытались выписать штраф за то, что ты был в одной перчатке? Да, да, да. Да, я забыл сказать, то, что, да, они хотели выписать мне, ну, короче, штраф за одну перчатку. И второй человек, это Евгений, тоже мой коллега. Он, когда увидел первую часть, он написал официальное обращение во все инстанции. Сейчас уже он получил эти ответы, мы сейчас с ним это обсудим, услышим его мнение. И эти все ответы в бумажном формате, в электронном формате, можно будет скачать на его канале Дзен. Дзен будет ниже ссылкой в описании этого видео. Жень, привет. Привет. Мы пытались с тобой встретиться вживую, все у нас не складывалось, и январские праздники. Наконец-то мы с тобой созвонились. Я хочу, чтобы ты рассказал вообще о себе, о том, как ты взаимодействовал с первым роликом, и все возможные свои дальнейшие наблюдения, которые можно будет от тебя услышать и посмотреть, потом проверить, где-то на каком-то ресурсе, где ты это публикуешь. В принципе, расскажи все это. Ну, а что, о себе? Я такой же водитель, партнер, как и мы все в такси. В принципе, больше мне рассказывать о себе, это особо и нечего к этому ролику. Про взаимодействие с видео. Ну да, увидел я твое видео, где, собственно, водителю такси выписали штраф за пользователя. Мне кажется, это, наверное, неправильно, и решил я создать запросы в разные инстанции. Они, в принципе, все ответы одинаковые, они там друг друга копируют, и все, в них особо ничего такого нового нет. Но был сначала ответ от Роспотребнадзора, который заслуживает внимания, он очень большой, там, на двух листах, о том, что, ну, какая ситуация вообще, как надо соблюдать, что, какие рекомендации и так далее. Но во всем в этом ответе меня лично интересовала одна последняя строчка. То есть вопрос звучал следующим образом. Я индивидуальный предприниматель, осуществляю деятельность такси, несу ли я ответственность за пассажира, который находится в автомобиле без маски. И в последней строчке всего этого двухлистового ответа, черным по белому, было написано, что ответственность персональная. То есть пользователь сам за себя отвечает, я сам за себя. И, в принципе, на этом можно было бы закончить вообще все эти вопросы. Но тут всеми нами любимая чудесная организация МАДИ, для слова ответа. У них свое видение вообще в деятельности такси, и у них особое отношение к нам. Их ответ меня удивил больше всего. Если коротко, то они ссылаются на статью часть 1.20.6 КАМ, о том, что несоблюдение правил при режиме чрезвычайных ситуаций. Ну, или, в общем-то, вот как-то так. И суть этого ответа в том, что ответственность несет и водитель, и перевозчик, и индивидуальный предприниматель. И все-все-все несут ответственность за это. То есть, если расценивать их ответ, то можно прямо сейчас выйти, водителя автобуса остановить, и выкатить ему штраф за каждого вот этого. И еще по всему автобусу прогуляться. Ну, и как минимум, можно его 20 раз останавливать и выписывать все время штраф. Наверное, это неправильно. Я, для себя, вот, безусловно, конечно, все должны быть в масках, в машине, в перчатках. Но, конечно, есть такие пользователи, которые прямо наотрез отказываются. Например, там, департамент транспорта Москвы ответил мне вообще, что, ну, вы просто не возите таких пользователей. Скажите им нет, и все, мы не поедем. То есть, ну, странный какой-то объект. Согласен, согласен. Ну, я еще, когда первую часть снимал, то есть, там, как бы, была уже вот эта проблема, я о ней знал. И параллельно появилась еще одна проблема у одного из героев, этого ролика тоже, у Лукбека в самом начале, который будет в самом начале ролика. Вот. И я тогда еще тоже начал читать, мониторить, что же можно ответить людям. Ну, точнее, что можно ответить сотрудникам, если они остановили. Там, ГАИшнику, Роспотребнадзору, там, Минтрансу и т.д. и т.п. Мне нужны были какие-то тоже, как-то сказать, ответы на вопросы и, ну, ответы для других водителей, что же делать в таких ситуациях. Я это к чему хочу подвести? К тому, что, ну, то есть, если человек попал в какую-то такую проблему, и он не знает, как на нее ответить, я начал мониторить, что же можно вдруг, как защищаться. Нашел какой-то там типа 417 закон Мишустина. Вот. С ними я поехал уже в Роспотребнадзор, чтобы пытаться защититься с идеей того, что вот карательные органы, которые нас наказывают, они вроде бы должны нам выдать эти маски. При этом там с Минтранса мне звонили и предлагали за деньги там отгрузить сколько-то масок. Типа, готовы ли вы купить их? Это очень странная ситуация. Когда мне звонили, я удивлялся, там, представлялись Минтрансом и говорили, как зовут там им фамилия, из какого типа там отдела, да. Вот. И, собственно, круто, что ты, увидев первый ролик, так взаимодействовал с ним. Это самые, мне кажется, активные пока и зрители, которые решили, типа, добавить первую часть того, чего там не хватало, да. Я же не дозвонился, получается, практически ни до кого. И получил только частичные ответы. И то они такие очень плавающие, они там не связаны с КОАПами, а больше с логикой тех людей, которые там, руководители сидят где-то в Минтрансе или еще где-то. И фактически все, о чем ты вот рассказываешь, вот эти ответы официальные, письменные, да, этих органов, можно посмотреть где-то у тебя, да, на твоем канале, допустим, на Дзене. На Дзене можно. Ты начал его недавно вести и постепенно начал там ежедневно что-то, или там еженедельно что-то публиковать вот так все о своей деятельности, да, и в своих наблюдениях. Совершенно верно, да. И не только связанные с Маскором. А. В том числе и с финансовым помощью водителям, и с проблемами Яндекса. На самом деле я читаю Твой Дзен, пишу комменты там, да, все перечитываю там, захожу, смотрю. Для меня есть интересная информация. Какая-то тоже меня как бы подталкивает на публикации новых роликов, да, то есть ты там, допустим, что-то начал у карточки водителя, мне несколько раз тоже написал, типа, Рус, ну ты что там сделал, карточку новую не сделал. И потом уже проезжая мимо вот этого поста там в предыдущем ролике, я думаю, блин, ну еще и женек тут на меня давил, да, по этой теме. Надо, короче, по-любому остановиться, снять и начать тоже этот контент вот в этом русле. Вот, я к тому, что вот ту статью, о которой ты рассказываешь, когда ты написал, да, вот эти вот обращения в инстанции, я их перечитывал, смотрел, и в принципе, вот на примере, вот меня однажды остановил там гаишник, и он говорит, вот там у кого-то нету маски, и ссылается на то, что он будет, ну, выписывать постановление или какое-то там приглашение в Роспотребнадзор по нормам Роспотребнадзора. Но фактически там, ну, допустим, если человек был в маске, но у него не было перчаток, но там есть ответ из Роспотребнадзора о том, что ответственность, по-моему... Перчатки носят рекомендательные. Да, 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 то есть, в принципе, если человек попал в такую проблему, что его остановил гаишник, и гаишник говорит, что он хочет там выписать за перчатку штраф, в принципе, на твоей странице там есть уже ответ от Роспотребнадзора, что только ответственность за маски, да. Если там гаец ссылается, образно, на Роспотребнадзор, я бы мог открыть твой документ, который там, показать его там тому же самому сотруднику и объяснить, что, знаете, вот мы уже получили ответ, на самом деле, от этой инстанции и, ну, не туда вы как бы ссылаетесь. Совершенно верно. Совершенно верно. Даже, ну, вообще, из МВД тоже там был у меня ответ, и он вообще самый краткий ответ, который только мог быть. Там всего две строчки, и они говорят о том, что есть ответственность в КААП за это, и надо соблюдать указы мэра. И все, это весь ответ от МВД. Собственно, они, мне кажется, честно говоря, они сами особо не знают, кто за что там несет ответственность. Вот единственное, что я говорю, так вот, МАДИ, у них там вообще свое видение, вообще всего происходящего. Такая волшебная организация, да? Поэтому, ну, конечно, лучше не сталкиваться с этим. Но, тем не менее, ответы, вот они и есть в публичном доступе, их можно сохранить. Если такая ситуация произойдет, то да, вполне официально ответственность. Попробовать их использовать. Ну, хорошо. Класс, спасибо тебе за твою активность. Я ссылку на твой канал Дзена оставлю снизу. Я также всем людям могу сказать, что я его реально читаю. Я захожу туда, я смотрю какую-то информацию. И образно до начала каких-то кипишей, вот по карточкам водителя, еще почему-то эта информация у тебя уже появляется там. То есть просто люди, возможно, не знают, где ее искать. Но сейчас есть много, так сказать, таких, ну, начинает расти много правильных каналов. Там, в отличие от, может быть, каких-то там предыдущих крупных блогеров, которые больше там рассказывают какое-то трешнине с реальным разбором каких-то проблем. Так что класс, я оставлю, пускай люди заходят, посмотрят, почитают. И спасибо тебе за твою активность. Тебе большое спасибо за твое видео. Ребята, спасибо за просмотр данного ролика, за то, что потратили свое время. Возможно, получили какие-то ответы, как в дальнейшем действовать при встрече с нашими карательными органами. Также пишите комментарии, может быть, какие-то у вас были случаи интересные или случаи, которые не получилось никак решить. Я все прочитаю, на все отвечу. Ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравилось видео или нет. Также подписывайтесь на канал. И все. Всем пока.